О бузниках лагерей смерти и о жертвах Холокоста вспоминают во всем мире 27 января. В этот день, в 1945 году, советские войска, продвигаясь с боями по территории, захваченной Гитлером Польши, освободили немецкий концлагерь Освенцем, который за пять лет существования был превращен в конвейер тотального уничтожения людей. С 1940 года в застенках этой фабрики смерти были замучены по разным оценкам от полутора до четырех миллионов человек. 90% из них – евреи из 30 стран мира. Везли нас в товарных вагонах, разгрузили ее на платформе, и сразу мы пошли такой шеренгой в сторону, где дым валил из трубы. Я только и думала о том, что наконец-то нас накормят, что нас накормят, что это кухня. Оказалось, что это не кухня, а крематория. И погнали нас во шрам, это баня называется. И мы там стояли по колено в холодной воде, и нам в это время выкалывали номера. В концлагере Освенцим и его филиалах на момент освобождения живыми было обнаружено 9 тысяч узников, находившихся в крайней степени истощения. Для оказания медицинской помощи выжившим на территорию лагеря немедленно были переправлены санитарные части 108, 322 и 107 дивизий. Эти же дивизии на первое время организовали питание бывших узников. Только в польской земле навечно остались лежать более 600 тысяч советских солдат. Ценой своих жизней наши бойцы не только освободили Освенцим, но и принесли мир в Европу. Изможденные, истощенные и, самое главное, и страдавшиеся люди. Ну, по глазам как-то можно было. Мы видели всё-таки в их глазах радость, видимо, радость понимания того, что кончился тот ад, что они избавлены от этих зверств, что они остались живы, видимо. И, наверное, какая-то, может быть, и благодарность передавалась вот так и нам какими-то улыбками, вот так, глазами. Мы воспринимали это и то же самое и в ответ пытались им так же по-доброму, так сказать, там улыбнуться. Иван Степанович Мартынушкин рассказал, что поляки, которых он встречал в городах и сёлах во время той освободительной операции, не сомневались. Советский солдат пришёл с добром. К сожалению, на Западе нередко военные события тех лет интерпретируют настолько негативно по отношению к советской армии, что шокированы бывают и наши историки, и наши ветераны. Память о подвиге советских солдат не должна быть стёрта по воле политиков, уверенно подавляющая часть российского общества. Борьба за эти интерпретации, она означает борьбу, по сути, за контроль над сегодняшним состоянием умов, за тем, как люди вообще воспринимают друг друга. И готовиться надо к тому, что, безусловно, будут появляться в западных особенно средствах массовой информации высказывания и трактовки, которые для нас, для россиян, они означают в сущности плевок на могилы наших предков. И надо понимать, что это некая неизбежность. С другой стороны, надо противопоставить этому ясное понимание нами, российским обществом, основных смыслов, целей не допустить мутации здесь, внутри России. В 2012 году две сестры и студентки участвовали в викторине на одном из российских телеканалов. Среди других им попался вопрос, что такое Холокост. Девушки дали короткий ответ – клей для обоев, чем взорвали русскоязычный интернет. Режиссер Мумин Шакиров разыскал девушек и организовал для них экскурсию в Освенцим. Эта история легла в основу документального фильма. Страшное зло может повториться в новых обстоятельствах, под новым именем. Вот, пожалуй, главное предостережение, которое передают потомкам, выжившие в Освенциме и других нацистских лагерях. Сегодня память о Холокосте необходима, чтобы наши дети никогда не были жертвами, палачами или равнодушными наблюдателями.